Есть в ведах информация о том, как люди в прошлых веках развития прекратили есть мясо. Конечно же, мы с Шимарбабхатом и поэтому говорим, что... Там даже есть такой стих в Шимарбабхатом, что когда человек ест мясо, ему недоступны глубокие отношения с Богом, просто недоступны. Они отрезаны от него. Для того, чтобы глубокие отношения с Богом строят, надо не стать есть мясо. То при Шимарбабхатом есть такая информация. А это записка из интернета, насколько я понимаю. Ну, если идет прямая-прямая трансляция, значит, тогда эта записка уже услышана. Благодарно так, это для меня. Перестраивание моей жизни переживает то подъемы, то спады. У меня то же самое. Иногда накатывают периоды, что очень тяжело идти по правильным пути. У меня то же самое. Самое главное, что благодаря лекциям векторам и соратникам я пересказал мои желания. Обнаружила, что очень тяжело освободиться от материальных желаний. Я тоже это обнаружил. Теперь понимаю, как минимум всю жизнь буду расстреливать мои бывшие желания. Я так же тоже чувствую. Надежда на то, что хотя бы в следующей жизни приблиться к другому миру. У меня точно такое же чувство. Потому что я не попаду в этой жизни точно. Если я сильно себя воздерживаю в идее нежности, то меня, как маятник, из одной крайности в другую тянет. Не надо себя воздерживать. Мои мысли и желания все равно стремятся к наслаждению. Мой вопрос. Как бороться с желанием, чувственным наслаждением? Сегодня утром я лежал и наслаждался в постели. Рано утром. Хотелось наслаждаться жизнью, как обычно. И когда я начал молитву, то я почувствовал, что сразу же, буквально через 10 минут, молитву почувствовал, что все эти желания, которые были у меня в постели, они чужды в моей природе. Я хочу Бога и хочу духовного счастья, не материального. Но когда я лежал в постели, у меня были материальные желания. Нежности, комфорта. Только на стадии очень глубокой любви к Богу пропадает потребность материальных желаний. Это значит, что человек уже освобожден на душу. Он уже не родится в материальном мире. Все, кто рождаются в материальном мире, они как только чуть расслабляются, у них появляются опять материальные желания. Сегодня на службе, на духовной, на лекции я испытывал глубокое духовное чувство. В присутствии возвышенного святого человека возникает очень глубокое чувство радости духовной, необыкновенной. Но я уверен, что я сейчас покушаю, отдыхаю, лягу после еды, и опять у меня появятся леи и все прочее. Так человек должен постепенно выводить себя из этого всего. Люди, часто не имея опыта работы над собой, они себя очень сильно корят за то, что у них появляются эти желания. Надо не обращать на это внимания, просто продолжать идти вперед. Появилось желание не обращать внимания и идти вперед. Потому что когда человек сильно обращает внимание, он думает, ну все, для меня невозможно быть возвышенным, значит буду жить как обычно жить. Надо обращать сильно большое внимание. Поругались, надо просить прощения. Обиделись, стараться простить. Сорвались как-то в половых вопросах, ничего страшного. Продолжаем жить дальше. Стараемся больше думать о Боге, стараемся больше заниматься духовной практикой. Со временем все эти желания, мирские, тают у человека в сердце. И больше и счастья, и радости в жизни стремятся. Все надо так уже. Распринимать все спокойно, безостельно. Но когда человек становится духовно развитым, тогда он может себе сделать запрет на что-то. Когда на это уже есть очень много сил, можно сделать себе запрет. Например, приходит время, человек делает запрет на мясо. Потом на вино, допустим. Запрет заниматься половыми, заниматься сексом не с близким человеком. Следующий запрет может быть на разврат. Дальше можно как-то ограничивать половые отношения. Лучше это делать постепенно, по мере развития духовного, обойденного развития духовного в семье. Потому что если человек односторонний опланирует половые отношения, то близкий человек обычно бросает. Такой печальный опыт, уже много я этого видел, что если односторонний ограничивает половые отношения, то обычно это женщина делает с мужчиной. Они считают себя очень возвышенным, что им особо секса не хочется. Часто и они говорят, у нас не будет половых отношений, говорят мужу. А сами наслаждаются жизнью на полную катушку. Мужчина терпит, а потом дальше гуляет просто на сторону и бросает жену такую. Кто виноват? Женщина виновата. Она слишком успешно сильно к себе отнеслась. У женщин это очень жесткая тенденция есть переоценивать свою чистоту. Очень и очень сильная тенденция. Потому что у женщины все самое лучшее идет наружу. Самое лучшее в характере идет наружу. И женщина, она... Любая женщина считает себя очень хорошим человеком. Любая женщина, если бы она не считала, она бы не была красивой. Потому что красота женская идет от того, что она сама себе прежде всего нравится. И это я рекомендую тем девушкам, которые не замужены. Надо самой себе нравиться учиться. Надо, чтобы тебе нравилось сама... Я сама себе нравилась. Так краситься, чтобы было красиво. Одеваться красиво, чтобы я сама себе нравилась. И тогда мужчинам тоже будет интересно. Но иногда это у женщин зашкаливает. Они начинают думать, что я намного более возвышенный, чем мой муж. У меня практически нет недостатков. У него их миллион. Он мне никогда не говорит о недостатках. А я вижу в нем тысячу недостатков. Это же ваша проблема. Женщине не надо притормаживать себя в этом плане. Потому что если женщина считает себя намного лучше мужа, она просто неразумная и все. Разумность женщины определяется способностью ставить себя ниже мужа. Чем менее разумная женщина, чем выше она себя по отношению к мужу ставит. Это уже проверено на 100%. Признак неразумности женщины. Она не видит в себе недостатков. Она видит, что она идеальна. Говорит нежно, мягко. Ни с кем не спорит. Не ругается. Идет себя хорошо. Но в сердце постоянно видит недостатки мужа и критикует его собственность. В чем же здесь возвышенность? Возвышенность – это видеть чистое в других людях. А в себе грязное наоборот. Когда человек невозвышенный, то он в себе видит чистое, а в других грязное. Все наоборот получается. И ушки что-то призадумались.